ЗАЧЕМ СОЛНЦЕ? МОНАКО! Зачем, скажи мне, Луна Сантропея? Когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль. ЗАЧЕМ СОЛНЦЕ? МОНАКО! Зачем, скажи мне, Луна Сантропея? Всем привет, друзья! НИКИТОС! Здорово, приветствую всех на моём канале! Это у тебя просто это. Знаешь, такая солнечная летняя песня. Я помню, как она играла из всех шарманок просто. Из всех шарманок. Антон Чеботин, здравствуйте! Здравствуйте! Как сами, как дела, НИКИТО? Или как вас можно величать? Барин? Нет, а, НИКИТО, да, пожалуйста, Барин, НИКИТО. Ну, как хотите, так величайте, господа, это ваше же дело. Я тебя просто, НИКИТОВ, попросторонний, НИК, вот, можете величать НИКИТО Юрьевич. НИКИТО Юрьевич будет удобнее, конечно. Наверное, отмечаешь все свои, да, Кристины три раза в месяц. Ха-ха-ха-ха. Любишь себя, морда. А я не знаю, что такое, когда у меня вообще Кристина, честно сказать, Антон. Я тебе говорю, Кристины всегда у каждого человека три раза в месяц. Я вот сколько ни спрашивал, у меня только один друг, товарищ, вот, из деревни знал, что Кристина, у него четко, он говорит, у меня сегодня Кристина. Все, мы покупали торт. И что это значило? Я вообще в душе не вижу, что это значит. Но мы шли, покупали вафельный торт и отмечали его Кристины. Я тебе серьезно говорю, несколько раз в месяц. Вот как такое может быть? Не, я просто не понимаю, что делать-то на эти Кристины? Мне дарить кому-то подарки или что, это праздник, я пью в этот день. Что случается-то у этих Кристины? Ну, это повод, скорее, просто, знаешь, собраться, выпить, там, с ребятами, там, ну, Кристина же, вы о чем? Ну, наверное, что-то хорошее. У православных много праздников, на самом деле. Нет, хорош, нет, я ничего не говорю, праздник-то добрый, конечно, просто... О! Никита, скажи ты лучше нам, дорогой наш дружок, почему мы сегодня не снимаем у меня? Ты же дома, я правильно понимаю? Я дома, нет, Тош, я тебе так скажу, дома-то я уже неделю целую нахожусь, вот, да. А вот, как сказать... А вот почему я еще не у тебя, да, это тебя спросили. Да, это уже вопрос к тебе, собственно, что я у тебя до сих пор не в гостях, не понимаю, что сказать. У меня рахат лукумстый нет, ну, не знаю. Дорогие друзья, значит, не кидайтесь камнями, не ругайтесь, да, то есть там, не расстраивайтесь, почему, объясняю. За соседней стеночкой. Любочка болеет, вот, потому что плохо горлышко, совсем вот. Я люблю, говорю, типа, разговариваешь, ты как вот Иришка Чики-Пики сейчас. Ой, так это же круто. Ну, не знаю, ну, так, ну, да. Сейчас, ну, звучит это все, конечно, ну, непривычно очень, но уже почти все прошло. Вот лечимся, да, так что сегодня последний денек еще, Никит. И, я же говорю, не за себя и не за Никиту мы это называем. Не хочешь пускать в гости, ты так и скажи напрямую, я не обижу. Никит, ну, я не могу себе. Ну, просто скажи правду, просто скажи правду. Нет, это правда. Нет, Никит, ну, ты обо мне плохого мнения. А что, я тебя не могу, что ли, там, хлебосолен домой, что ли, позвать? Переживаю я за манечку, чтобы, не дай бог, бациллы батя не принес домой обратно. Так что сегодня, ребята, последний раз дистанционно обещаем божимся. Вот так вот, значит. Хотя нет, еще будет один, пара роликов, которые были сняты до этого. Это вы поймете сразу, потому что там будет как будто резко. Все, не говори ничего, не спойлери. Спойлер, а нет. В общем, все, ребят. Всем привет, всем еще раз здравствуйте. Мы сегодня смотрим снова Агату Крист. Опять, опять, опять. Может, мы перестанем смотреть Агату Крист и остановим сюжетом для Агаты Крист. Кстати, может быть. Документалку снимем какую-нибудь. Убийца во сне лунатизм и его самые невероятные последствия. Вот честно сказать, я этого очень сильно боюсь. Когда человек ходит во сне и что-то бормочит или вообще просто кто-то что-то в тему. А его нельзя будить. Нельзя? Нет, ты чего? Точно, я вспомнил. Да, действительно нельзя. А что будет, если его разбудим? Демоны вроде как его унесут. Да? Останется в неосознанном состоянии, что ли? Кто из вас лунатил? Ребят, ставьте лайк. Не лайк. Таких, наверное, мало будет. Катя жила со своей подругой. Вот когда только в Питер они переехали. Так. Вот эта подруга каждую ночь просыпалась, шла к холодильнику, съедала яблоко и ложилась спать. Ты что? Она не помнила ты вообще? Катя говорит, типа, с тобой все в порядке. А она вот вообще ничего ей не отвечала. Она просто доедала яблоко и ложилась спать. И не помнила, чтобы ела яблоко. Ну, это крепота, Никитос. Вот, представляешь? А там недалеко, знаешь, там схватиться за вилку нож. Конечно. Ну, ладно. Ну что, готовы? Сегодня мы узнаем обо всех опасностях лунатизма. Ха! А папа римский срет в лесу. Готовы, конечно, тух. Ты что такое говоришь? Ах ты змей, аспит, ну ты даешь. Не импат ты, нихуя. Ну разве так можно? Хоть он тебе круче ответить, типа, это, а шлюха берет деньги за секс. Конечно, готов. Погнали. Никитос. Кюрис, 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 кюрис. Кюрис, кюрис. Кюрис, кюрис. Обосрата, Кристи. Эй. Ну не, я так, это гадость ради гадости. Я так не считаю. Хорошка наука. Проснулся от криков Илая собаки. Вот ты. Сраку какую-то выдал. Ты что, Никита, что с тобой? Вообще ты сегодня не импат какой-то. Да гадость. Что с тобой? Простите, извиняюсь. Сегодня я не импат. Сегодня я какой-то злой. Не знаю, не, не злой, но как-то вот гадость захотелось сказать, и я сказал, ляпнул, даже и не подумал. Я понял, ладно. Извиняюсь, в первую очередь перед Агатой Кристи и перед всеми зрителями, кого мог обидеть. Ребят, мы эмпаты. А эмпат не п***р, да, он обижать никого не будет. Это абсолютно верно. Он не сразу понял, что увидел. Неужели он наблюдал за страшными действиями человека-лунатика, который спал на тот момент. Ермила Фалатер, 41 год. Латыш. Ермила жила со своей семьей в Фениксе, штат Аризона. Со своим мужем-ровесником Скоттом она познакомилась еще в старшей школе. В 1976 году… Хайскул. Что ты говоришь? Хайскул. Старшая школа. Хайскул, да. А у нас есть хайскул? Или у нас только это… Ну, а ты в хайскул не учился. А, я не учился? Ну, а как, если ты в ПТУ пошел? Хайскул – это… Ты в лол-скул учился. Потом ты перешел в просто… А как… Миддл-скул. Я в миддл-скул учился. В миддл-скул? Ну, средней школы. Так подожди, стой. У меня среднее образование школьное и средне-специальное ПТУшное. Я специалист, блять, русского профиля. Ты, получается, в миддл-спешл эдюкейшн получил. Я в миддл-спешл эдюкейшн эдюкейшн. Ясно. Ну, уники солидно звучит, да? Обучаясь в колледже на степень магистра. Два… Не, ну, хайскул – это явно университет у них. …упречного брака. Двое детей. Пятнадцатилетняя дочь Мэган и двенадцатилетний сын Майкл. Уютный дом с двориком и бассейном. Уютный дом не похоже, да? В уютном доме… Вообще, вообще нихуя не уютный, да. Окна не заколочены. Что за уютный домик такой у вас? Собака породы золотистый ретривер – хорошая работа. Скотт был инженером. Он работал руководителем одного из подразделений на заводе фирмы Моторола. А Эрмила была дошкольным педагогом. В этом вся проблема. Слишком идеализированная картинка. Такое вам не нужно, ребята. Это правда. То есть… Загородный дом, инженер, сын, дочь. Все друг друга любят. Золотистый ретривер. Хотите, чтобы убийство, вот чего-то такого не произошло? Ищите его здесь как раз таки. Не нужен вам золотистый ретривер. Возьмите более неприглядную собаку. Мопсы еб***о возьмите. Вот тогда будет нормальная тема. Или какого-нибудь, я не знаю, французского бульдога. Вот такого хрюкающего, который нарушает общую гармонию картины. То есть… Мое мнение. То есть не должно быть что-то идеально совсем уж, да? Не должно ни в коем случае. Нет, нет, нет. Нужно немножко такого. Угу. Говнеца. Пара никогда не ссорилась. Их двое детей росли в здоровой атмосфере полного взаимопонимания. Единственные конфликты были в определенный период жизни супругов. Скотт хотел больше детей, а Эрмила говорила, что их жизнь очень насыщена. И они вряд ли смогут вписать в нее еще одного ребенка. Супруги были… Так у них уже было четверо, да? Двое. Как двое? По-моему, четверо их было. Сын и дочь. А, да? Что-то показалось мне тогда, ладно. Мормонами имели правильный образ жизни и регулярно посещали церковь. Скотт и Эрмила принимали очень активное участие в жизни церкви и прихожан. Какая статуя красивая. Ты… Я вот хотел сказать, насколько охренительная статуя, да. Очень красивая, великолепная. Мое почтение. Я прям, честно сказать, даже залип на эту статую. Натуральная. Как будто вот настоящий человек, знаешь, приходит на работу, наряжается и стоит неподвижно. Я знаю, что единственное, думаю, что вот если бы все-таки я оказался бы в Соединенных Штатах, да, и мне бы там предложили гамму разных религий, я бы стал бы амишем, естественно. Амиш? Сто процентов. Сто процентов. То есть в стране возможностей, когда там я остаюсь здесь жить, я пошел бы просто говно за коровами убирать и что б меня пороли, если б я зашел в ТикТок. Ой, а я, знаешь, только в какую бы я религию вписался. Я бы вписался в религию, где этих гремучих змей держат в руках, типа, и они их не кусают, потому что сила Христа меня спасает от этого дела. Что за хрень такая? Ну такая она, сектантская, баптистская церковь. То есть я бы не хотел, там мормоны, католики, местные православные. Мне кажется, там мало прихожат. Не-не, я бы вот прям такую вот, где гремучие змеи, суть в гремучих змеях. Очень опасно, нет. Я наоборот, я хочу ездить на повозке или на тракторе, ну, единственном, да, как бы тракторе на все село. Сейчас, подожди, кот хочет выйти. Ой, сейчас, да, у меня тоже сейчас нужно, сейчас секунду. У нас коты хотят выйти. Вы выпустил? Да-да-да. Выпустил, я тоже. Не, я бабушку впустил, а ты кот выпустил. Может, твой кот в мою бабушку превращается каким-то образом. Если у тебя бабушка просто живет, как бы, на правах животного дома. Никита, опять же, ты сегодня подрываешь свой... Да бабушка в гости зашла, что ты. А, я понял тебя. Особенно Скотт. Эмпатичный, так сказать. Слушай, ты слушай, Тоха, я тебе так скажу, ты на бабушку не гони вообще. Я вообще не собирался даже. Вообще, даже слово про бабушку нельзя говорить. Я, Никита, видишь, ты, все ребята, я бабушкам только желаю долгих лет жизни, и чтобы все было... Бабушку мою трогать не надо. Нет. Консультировал молодых членов церкви, был учителем Слова Божьего. Скотт и Ермила уже вместе строили планы на жизнь после выхода на пенсию. Они мечтали. Они мечтали. Негритянская церковь тема хорошая еще. А как мне туда войти-то можно? Меня туда впустят? А почему нет? Это я хочу, как Уппи Голдберг. Хей, Дисус! Сейв аурсулс! Или как там они... Вот это мне всегда нравилось, на самом деле, вот в любой вот этой комедии, знаете, там типа... Монашка вперед! Уппи Голдберг, как они постоянно там вот это вот... Присали вот это. Мне это как-то нравится. Это баптисты. Это все баптисты, Антон. Да? Да, это все протестанты какие-то. И вот какие-то такие ответвления, вот, где там пляшут и все дела. И они прямо вот так вот заводные такие, знаешь, так вот хочется прямо вот... Только деньги просят потом. Потом идут... Блин, ну тебе мультик показали, а что ты на бесплатный концерт просто решил прийти? Как в Неграюжному Централу. Отправьте поднос с левого края. Нет. Лучше справа, чтобы... Тут побогаче люди сидят. И не спрашивайте, да, откуда, откуда, откуда у пастора такая дорогая-дорогая-дорогая машина? Или откуда, откуда, блядь, у пастора такой большой-большой-большой дом? Не надо. Просто жертвуйте деньги. Оставаться активными и больше путешествовать с семьей. В начале апреля 1996 года Скотт был поставлен главным на проект, связанный с новым направлением работы фирмы. И это потребовало от него огромных физических и умственных затрат. Скотт работал более чем по 12 часов в день. В редкие выходные он все равно оставался полностью погружен в работу. Проект выкачивал из него все ресурсы. Этот проект стоил компании миллионы долларов. Конкуренция была огромная. Это, видимо, символ первого Android телефона от Motorola. Кстати, в свое время, да, я много довольно продавал таких телефонов. Motorola была тоже, да. А Motorola ушла или она что-то сейчас делает? Не, Motorola, она не делает в большом объеме теперь телефоны. Да, но они чем-то как Nokia, да? Да, вот точно так же, как всякие там вот эти вот Cisco и прочие. То есть они занимаются там, кстати, как Huawei-фирма. То есть вот до того, как Huawei стал сейчас популярен там, знаешь, в виде смартфонов, они кучу десятилетий, наверное, там или сколько, делали всякие подстанции 5G, 3G. Ну, то есть занимались вот сотовым оборудованием, именно вот обеспечивающим связь. То же самое Motorola, я думаю, там они делают. Ну, а ты Nokia, оказывается, вот все эти телефоны, это так была херня. На самом деле, Nokia на другом зарабатывает. Ты знал об этом? На чём зарабатывала Nokia? Вроде как Nokia зарабатывала как раз-таки на установке всех этих антенн, каких-то проводов и прочее. То есть там бабки крутятся в другом месте, не в телефонах. Телефоны это так баловство. И мы, да? На чём зарабатываем, Nokia? Клоуны, блять? Человек, который умеет свистеть таким вот образом, Антон, скажи, пожалуйста Может ли быть клоун? Мало зарабатывать Я отнюдь нет Вообще, если ты умеешь свистеть, ты уже приводит человек богатый Потому что только богатые могут позволить себе свистеть Как известно, денег будет все меньше и меньше Но, видимо, богатый, можешь позволить себе дома свистеть Ты же дома сейчас? Достичь нужного уровня было практически невозможно Вся ответственность тяжелым грузом легла на плечи одного сотрудника Так, по крайней мере, ощущал сам Скот Постепенно у мужчины начали появляться проблемы со сном Он не мог уснуть, укладываясь с супругой в постель У нас были проблемы, знаешь, не от того, что мы на Моторолле работали 12 часов А то, что вы три пачки сигарет скурли Никотина много, сердце стучит Нервы Ой, Люб Я, похоже, все Ты, ты Зачем ты выкурил три пачки, Антон? Свищу И с каждым днем становилось лишь хуже Целый рабочий день от недостатка сна Он чувствовал себя разбитым, бялым Не мог сконцентрироваться Скот начал пить клин в таблетках, чтобы быть в томсе Он надеялся, что это временно Но измученный организм, видимо, решил вести его в состояние необычайно крепкого сна Кстати, такие случаи бывали Один парень Катя, у тебя там видно на заднем фоне, если что? Почему? Потому что камера так стоит Никита Ну да Да меня напугало, блин Катя, как призрак ходит, сейчас подумал Ты увидел в камеру, да? Так я вижу, шевеление какое-то на заднем фоне идет Я не знаю, что это такое вообще происходит Действительно, что это может быть? Ну, не знаю, я гостей не ждал Только бабушку выпустили, да, опять Я тебе, знаешь, что я, кстати, рекомендую, Никита? Я вот как я, сделать щеколду, нахуй К себе в комнату Я щеколду, блядь, себе сделаю Ну, Антон, у меня нет такой роскоши, как отдельная комната Я в гостиной как бы работаю сейчас Я офис, поэтому арендовываю, да Это у нас-то у нас щеколда, да? А у нас в гостиной в диванчик играет Пингалет, чтобы никто не мог заглянуть к папе Папа работает Сиди, куришь, выпиваешь Смотришь кино, играешь Папа на работе В соседней комнате, блядь Это произошло 16 января 1997 года Скотт вернулся домой примерно в 19.30 Он, как обычно, поужинал со своей семьей А затем сел за компьютер решать свои бесконечные проблемы Бля, вот прям про меня, блядь Я говорю, только с твоей разницей, что Скотт работает в фирме Моторола Я ем с семьей и потом идут решать за компьютер свои бесконечные проблемы А у тебя проблемы с бесконечных игр, блядь, которые не кончаются никак Играешь и играешь, играешь и играешь на это все Скотта в эти моменты Каждый был занят своим делом Дочь с сыном разошлись по комнатам делать уроки Ермила, помыв посуду, расположилась перед телевизором Ермила, блин, русское имя такое Имя русское такое Когда Ярополк, вот такое вот, знаешь Да Ермила, дай я тебя поцелую в губы твои нижние Ну типа Я думаю, так говорил, какой-нибудь змей скорее Тот самый заурядный вечер Скотт ощутил, что просто держать глаза открытыми для него непосильная задача Веки тяжелели и глаза слепались Скотт поднялся из-за рабочего стола, поцеловал жену и отправился в спальню У него даже не было сил снять свои контактные линзы Скотт провалился в сон Вероятно, это был один из самых беспробудных снов, которые только возможны Сквозь сон Скотт услышал собачий лайк А затем незнакомые голоса Неизвестные рыскали по его дому Ермилы в кровати не было Скотт тут же встал с кровати Он услышал, как кто-то по лестнице, переговариваясь, поднимается в его спальню Это оказалась полиция Она направила оружие на Скотта Нихера себе! Полицейские приказали ему лечь на пол Они спросили, кто еще есть в доме Скотт не понимал, что происходит Он ответил, что их четверо Полицейские схватили Скотта, вывели его на улицу и посадили в полицейскую машину Скотт вспоминал, что оставался в ней более часа И все это время он находился в полнейшей растерянности Он увидел, что его рука перебинтована Он видел, как подъезжает скорая Повсюду светили мигалки, вопили сирены Как будто он оказался в самом страшном кошмаре Жесть, неужели его? Ебать, это и не привиделось ему, я не понял Вот я тоже сначала подумал, что это привиделось Знаешь, вот как бывает, как этот вот сон называется А, сонный паралич, понял? Да, да, да А у тебя был он когда-нибудь? Как-то раз был, да, слушай Да ладно Да, да И причем я даже расстроился, что он прошел Потому что мне пришлось идти на работу Я парализовал до вечера Без шуток было довольно страшно Потому что ты вот открываешь глаза И ты в течение нескольких секунд Пытаешься отправить сигнал руке, ноге, своему телу Чтоб оно пошевелилось И ничего не получается И ничего не получается У тебя хватило только одного единственного сил Открыть веки Все И потом А подожди, а демонов ты видел? Вот этого я не видел Я слышал, что многие пишут, что во время сонного паралича Можно увидеть некие галлюцинации Или там видения какие-то, еще что-то У меня такого не было Я просто очнулся и не мог пошевелиться чуть-чуть Потом я, блядь, закувыркался, когда сигналы дошли Встал и подумал, ну и жесть, конечно, ребята Это жесть Но А у меня вот бывает такое Я когда в сон проваливаюсь Вскакиваешь? Я вот проваливаю Проваливаюсь в сон И будто Будто Я слышу, что меня зовут Никита 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 Я такой, а? Что происходит? Нет, стоп, стоп, стоп Я снова ложусь И я снова проваливаюсь И там снова Никита Я такой, что такое? Что случилось? Что случилось? И потом засыпаю Блядь, Никита Ты не ходишь никуда там Смотреть Кто тебя зовет А откуда Кто зовет? Мужской или женский голос? Не помнишь? Женский Будто мама зовет Ни хера себе Мне кажется, это повод нам снять отдельный ролик. Ой, что такое? Это был кошмар. Только происходил он. Наяву. Скотта одного увезли в полицейский участок. Первый вопрос, который Скотт услышал от детектива Джона Нормана, допрашивающего его, был таким. Мистер Фалатер, зачем вы убили свою жену? Ты ебаный, ты бубаный. Ночь с 16 на 17 января сосед Скотта... То есть он, будучи в состоянии сна, да, вот этой вот лунатизма, убил свою жену. Это жесть. А мне кажется, это вообще невозможно. Такое чувство, что вот нереально это сделать. Почему ж? Нет, такие случаи бывают. Лунатизм, он, как мне кажется, голова болит у людей, которые по погоде, знаешь, там... Подвержены изменениям магнитных всяких там бурь или еще чего-то. Может быть, луна влияет на лунатиков? Нет, 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 брат, там уже... Нет, ребят, подожди, Никит, давай просто эти молодые слова разберем. Нет, я понимаю, я понимаю, да. Значит, это все что от лукавого? Значит, их нужно всех в колодочке или водой обливать. И вот так вот щекотать пятки, и тогда мы избавимся. Демоны запрыгнули в них. Грег Кунс запомнит на всю жизнь. Перед ним открылось чудовищное зрелище. Мужчина проснулся среди ночи от криков. В соседнем доме происходило что-то ужасное. Женщина истошно кричала. Позднее приглушенно стонала. Сосед Фалаторов подтвердит позднее, что считал семью, живущую с ним по соседству, примерной. Он никогда не слышал, чтобы кто-то в их дружном доме повышал голос или убегал, хлопнув дверью. Не было такого. Соседи, наверное, ненавидели всю семью. Да, они думали. Ой, блядь. Наверное, они еще зла расставили, когда все произошло. Знаешь, типа... Вот, видите, как никогда не ругались, никогда ничего не было, а потом взорвался кто-то, ты вообще за нож взялся, да кого-то порезал. Это еще, знаешь, во время ссор таких бытовых происходит, жена пирит. Вот ты, вот это, вот это. Такой, ха! Хочешь, чтобы мы были такими идеальными, как фалаторы? Ну, любимая, прячь ножи, тогда и будем. Да, и не давай мне спать. Понятно тебе? А то смотри, даже не вспомню, как. Жесть, ребята. Я, честно говоря, действительно таких не помню случаев, чтобы мне рассказывали, что прям, там, знаешь, пошел куда-то далеко. Вот я сам однажды реально вот вставал ночью, сходил попил, сходил в туалет, обратно лег, и любо говорил, ты вставал ночью. А я этого не помню вообще. Но тогда я вернулся после стрима с рестором пьяный. Может, поэтому мы с кем пили паленый коньяк. Это было вставлено. Нет, ломатизм, это когда конкретно, блин, ты встаешь, ходишь, бродишь. Идешь на крышу, там провод. Ты прямо идешь по этому проводу, как каната ходит. На другой дом, да. В сторону дома. И с тобой происходит столько нелепостей по дороге, но ничего не... Ну, ты вот встаешь на провод, он растягивается прямо до пола, да? Потом ты сходишь с него, идешь по каруселям, ну, понятно вообще. Да, да, подсказываешься на банановой кожуре, но ты переворачиваешься вот так вот и идешь спокойно дальше. Ну, естественно... Вот что такое лунатизм. А Дэнтон пьяный просто был. Правда, Никит, правда твоя? Возможно, поэтому сосед не вызвал полицию сразу, а из любопытства захотел поглядеть, что происходит в идеальном семействе. То, что брат увидел... Вы ссоритесь, ребятам! Ты там все хорошо ли? Ребят, ссоритесь, ссоритесь! Они ругаются! Подсади меня, Джейн! А что там они? Они уже друг друга бьют? Вот она, американская идеальная мечта. Смотри через забор, как супруг бьет жену. Вот ребята здоровские. Не, ну, справедливости ради, я бы сам не прочь был поглядеть, если бы я жил бы там. А там развлечений, потому что нет. Ну, и так все хорошо. Понимаешь? Телевизор Бенни Хилл, да, ну его в задницу? Или этого Роуна Аткинсона смотреть? Ты с Британией путаешь, это в Британии все смотрят. В Британии, да, такой юмор в основном? Ну, Бенни Хилл и Мистер Бинн, это британский юмор. Я слышал, кстати, что Бенни Хилл умер от того, что задохнулся от смеха, да? Я думаю, ты это и слышал. Что ему рассказали такую смешную шутку, что у него не хватило воздуха вздохнуть. Слышал сон... Слышал эту новость и в шоу Бенни Хилла. В самом же, которое рассказывал Бенни Хилл. Было настолько неожиданным, что он не сразу сообразил, что надо бежать и звонить в полицию. Он стоял как вкопанный и смотрел, пребывая в глубоком шоке. Через ограду сосед увидел Ермилу, которая была вся в крови. Она лежала рядом с бассейном на заднем дворе. На втором этаже был включен свет. Сосед увидел силуэт Скотта, который блуждал по комнатам. Затем он начал снимать с себя одежду. Потом Скотт вышел во двор к телу жены, снова ушел в дом и через пару минут вернулся обратно. В этот раз на его руках были перчатки. Он схватил руками тело своей жены и оттащил его в бассейн. Голубая вода тут же окрасилась багровыми красками. Сосед, наконец, ринулся звонить в 911. Ему этого было достаточно, чтобы понять, что-то произошло не то. Прям вот. Он снял свою кровавую рубашку, переодел перчатки, вышел. То есть это там пять минут сколько. Не, ну слушай, с другой стороны, с другой стороны, он прямо зафиксировал действия человека. То есть он свидетелем стал, да? Да. Всего, что произошло. Считается, что Скотт направился спать. Удивительно. Там ничего не отвечают, просто слушают молча. Я думаю, у нас бы так же, знаешь, там, да, ясно. Где это было говорить? Это прямо сейчас было? Это где-то было по телевизору? Или вы прямо сами видели? Я сам видел прямо сейчас, перелез через забор. Вот вы своими глазами клеют. Вот прямо вы. Ну как-то странно, лунатик какой-то. Мне кажется, когда ты, знаешь, бродишь во сне, ты не переодеваешься, перчатки не снимаешь, не скитываешь. Слушайте, ребят, я лунатик просто. Я не помню ничего. Хотя, да, заметал улики, блядь. Всем алиби придумывал все дела. Да, конечно. Но дети ничего не слышали. Это лунатик. И все это время находились в своих комнатах. Коронер обнаружил на теле Ермилы Фалатер 44 ножевых ранения. Бать. Это очень много. Следы ее крови были найдены на теле Скотта в очень маленьком количестве. А вот одежда была чистой. На первом же допросе, узнав, наконец, что произошло, Скотт заявил, что не может отрицать, что это сделал он. Но Скотт уверял, что сделал он это во сне. Это было воображение. Первая реакция полиции на такой заик. Да, вот. Полиция, конечно, ему сказала, слушай, поколоть надо, да, естественно. Что ты такое выдумывал? Что за херню ты нам рассказываешь? Ты убил свою жену, и теперь там сидишь в сказку какую-то бредовую придумываешь о том, что ты во сне бродил. Послушайте, я не говорю, что я этого не делал. Но если я это сделал, то сделал я это в своем сне. Но это, на самом деле, очень на многое повлияет. Это повлияет на его наказание, Никита. Ну нет, конечно, конечно. Либо он уезжает в дурку для лунатиков, да, и для прочих людей, либо он уезжает в тюрягу, где он будет сидеть и... Либо он получает условный срок. А, вот так вот еще может быть? Да. А как же он так? В смысле, почему он... А, слушай, а знаешь, шутки шутками, я подписан, значит, знаешь, на какой паблик? Ну-ка. Мэш. Ну и что дальше? Я вот сегодня увидел там новость, я охуелся с этой новостью. Значит, чувак убил и расчинил свою жену. Ему дали три с половиной года условно. Как? Ну, я подробности дела не читал, я вот, у меня тоже был вопрос, как такое возможно? Как вообще такое возможно? Ну, это... Вот, Колпинца, который убил и расчинил свою жену, выпустили из-под стражи в зале суда, статью переквалифицировали на убийство по неосторожности. Все произошло в конце февраля прошлого года. У супруга случился конфликт, Сергей сильно толкнул жену, она упала, ударилась, и это стало смертельным. К Соле приверили затяжные конфликты пары по поводу денег и измен Сергея. Мужчина на полиграфе признался во всем, рассказал, где расчинил и закопал тело. Судебная разбирательство затянулась больше года и сегодня приговор оказался в его пользу. Переквалификация на убийство по неосторожности, полтора года исправительных работ с удержанием 10% дохода. А, Серега, кем работал? Написано? Ладно. Ладно. Ну, это что-то из ряда вот выходящих. Все-таки это не на каждом углу, это не далеко не всегда, это прямо вот... Вы часто изменяли жене, постоянно. Убили и убил. Ну, заканчив тем, и понимаешь, что из какого... Но я не хотел этого делать. Ну, тогда... А, вы не хотели, значит, вот вам дали с половиной. Я толкнуть хотел ее. На нож упали. Эй, жесть какая. Нет, это точно не про этот случай. Это реальность. Я вам говорю, не то, что вы хотите услышать ваши хотели. Это тоже реальность. Нет, я понял, я понял. Я просто тебе говорю, ты говоришь, как могут условно дать. Вот так и могут. Вот так и могут. Понял, понял. Леня была растерянной. Как можно говорить всерьез о человеке, который ходит и убивает во сне? Но, как оказалось, такие случаи были всегда, хоть они были и крайне редки. После многочисленных допросов, проведенных с детьми, родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами, репутации семьи... Хорошо, тогда, ребята, вот такая ситуация. Сплит, да? Сплит, сплит, сплит. Фильм такой. Прототип был настоящий, да? Билли Миллиган, по-моему, или кто он там? Да. Вот он, будучи убийцей, например, да? Он мог бы сказать, что я, это был не я. То есть, личность встала в свет, и когда меня не было, она что-то натворила. Потом я обратно встал на свет и смотрю, уже пиздец. Я закован в наручники, там полиция. Это должна пройти медицинское освидетельствование, которое докажет, что такое могло быть. Но ты лечиться будешь, это не будет так, что ты такой... А, все, гуляй. Что такое он тут? Мужчина, кто вы? Мужчина, кто? Почему я здесь? С кем я сейчас говорю? С кем я сейчас говорю? Билли, Билли, это ты? Антон, Антон, мне нужен Антон Власов. лариса, послушай. Кассирши из пятерочки. Я сидела, пробивала на кассе, мне 20 лет, и что, и почему я оказалась за компьютером? Где я нахожусь? Лариса, послушай меня, мне нужен прямо сейчас Антон Власов. Ты можешь позвать Антона? Антон, пятая касса. Нет. Бля, ребята. Я только что был в пятерочке. Тебя звала продавщица? Ужас. Нет, Никита, ты меня позвал. Я ничего не пропустил, мы долго сможем. Семья по-прежнему оставалась безупречной. Они действительно никогда не ссорились, даже никогда не повышали друг на друга голос. Мэрхаба! У них не было изменений. Мэрхаба! Турки приехали, ребят. Букапик, букапик. Насел сын. Насел сын. И им ты чекюри дарим. Блин, ты должен не так, ты должен так. Ух, Наташа. Я на пляже. Алло. Не было любовников на стороне, долгов, ошибок, страховок на крупные суммы. Представить хоть какое-то насилие в этой идиллии никто не мог. Дальше началась череда неврологических обследований. О, это интересно, что будет проводиться? Применялась электроэнцефалография, МРТ, но никаких отклонений в работе мозга не было установлено. Угу. Криминологический психолог, проведя ряд специальных тестов, также заключил, что не наблюдает никаких патологий. Вместе с работой различных экспертов продолжались и допросы. Ну, это очень тяжело, конечно, доказать ему, да, да и вообще, то есть, что ты в этот момент был реально бессознан, бессознание по факту, да, то есть была только моторика у тебя, то есть ты мог ходить, при этом держать равновесие, то есть мозг работал так или иначе, но ты был сам реально не на свету, как говорится. Как это доказать вообще? Хотя, если бы в этот момент он до сих пор находил, а может, слушай, может быть, как бы хоть раз он должен при копах лунатить. Но, не, его в институт сна отправят. А, и посмотрят, да, и посмотрят, что будет вообще с ним. Институт сна такой есть? Конечно, и у нас есть 100%. Там подушки продают дорогие? Или что там? Мне вот только интересно, а вот если человек лунатик, и его накачают снотворными? А будет ли он при этом? Будет ли он ходить при этом, да. Вот у меня такой вопрос. Я думаю, что нет. Все-таки это более естественный, наверное, процесс, которому нельзя мешать. Если тебя вот транквилизаторами обколоть, естественно, ты будешь валяться, и никуда ты не пойдешь. А если ты будешь, вот знаешь, как вот, такой мозг, вернее, отдел мозга работает, такой не работает, такой вот, там вот это все так вот скомбинировалось, конечно, это уже другое дело. Не-е-е-е, медикаментозное вмешательство сразу убьет эксперимент. Следователям удалось выяснить, что убийство во сне, по крайней мере, в этом деле, не такой уж и бред. При разговоре с родителями и сестрой Скотта выяснилось, что с самого детства у мальчика был лунатизм. Сестра Скотта, Лора, рассказала, что однажды пыталась разбудить его во время его хождения во сне, и он отреагировал, бросив ее через всю комнату. Нихера! Больше случаев насилия в состоянии лунатизма в жизни Скотта не было. Подобная информация действительно осложняла задачу. К делу привлекли Розалин Картрайт, профессора психологии и специалиста по расстройству. Слушай, спиритический сеанс я бы у него какой-нибудь заказал. То есть, вот я буквально недавно смотрел типа вот эти всякие ужасы амств или или как там называется, это знаешь, типа проклятие монахини там всегда приходило вот такого вида женщина, которая видела что-то неординарное. Демоны Эмили Роуз. Демоны, да, Исок там, демонов Эмили Роуз. Шесть демонов вроде, да. Вот, и книг у нее много. Вообще, то есть, да, вот. Не, ну только она, Антон, нет, она же занимается не тем, о чем ты говоришь. Она не с доской лучше и с духами связывается. Нет? Чем же тогда она занимается? изучает сон, да? Она психолог, да, сон изучает. Сон сна. Профессиональной деятельности этого психолога много. Уже была очень... Ну вы спали или нет? Скажите нам уже, наконец-то. Хватит ломать колени. Признайтесь уже, блядь. Он врет. Необычная история снахождения. Я опытная. Почти 10 лет назад Розалинт участвовала в судебно-медицинских освидетельствованиях лунатика-убийцы Кеннета Паркса. Это один из самых известных случаев преступления. Блин, ну суй у него зачастые, конечно. Слушай, ну выглядит он прям вообще, то есть, сам как коп, знаешь. Похож на какого-то, вот как вот инспектора Магнума, такой солидный мужик. Неужели лунатил? Причем прическа у него такая молодая очень. Угу. Он похож, знаешь, на кого? Есть такой фильм телеведущий с этим, с... Не, точно не смотрел. 70-х, 80-х? Нет, там типа пародия. Там, короче, суть в том, что это пародия на канал новостной, и там они все ведущие. Кто там ведущий погоды, кто еще какой-то ведущий. И там Уилл Феррел играет. И вот он выглядит как Уилл Феррел из этого фильма. Выглядит он, честно говоря, да, то есть на ведущего бы он сразу бы сошел. Или на чувака из Дабую-Дабую. Ведущего тоже, да, какого-нибудь? Не, ну какого-то рестлера. Ах, рестлера даже. Канадский безработный Кеннет Паркс проживал в Торонто, Канада. 23 мая 1987 года Кен заснул перед телевизором за просмотром субботних новостей. Ночью он поднялся с дивана, оделся, пребывая, как было доказано, во сне, проехал около 23 километров за рулем до дома родителей своей жены. Он заколол ножом свою тещу и напал на тестя, начал его душить, пока тот не потерял сознание. Несера! Тестю удалось выжить. При этом у Кена с этими людьми были очень теплые отношения. Затем Кен начал ходить по дому. Он услышал крики детей его тещи и тестя. Поднявшись к ним на второй этаж, он подошел к двери, которая вела в детскую. Она была заперта. Дети закрылись от родственника убийцы. Потом они рассказывали, что слышали за дверью, как будто рычание дикого зверя. Кен постоял у двери несколько минут, издавая пугающие звуки, а затем спустился во двор, сел в машину и уехал. Какая жесть, Никитос! Я даже не понял, как мозг-то работает во время вождения автомобиля? Нет, то, что есть транс некий, когда долго едешь по трассе, это да. Это тоже доказанная штука. Если долго ехать одному в машине, не разговаривая, не слушая музыку, а может, даже слушая музыку, вот это монотонное движение, оно вводит в тебя вот в такой вот небольшой транс, когда ты делаешь все на автоматизме. Ты мыслями находишься, дела свои обдумываешь, что ты будешь делать, когда приедешь, во сколько ты выехал, что ты там думаешь, 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 а в этот момент ты совершаешь обгоны, перестроения, все как положено, по правилам. Никто даже не понимает. Это не опасно, Антон? Нет, это не опасно. Нет, нет. Я читал про эту статью целую, там сказали, что это делают уже на подсознании, на автоматизме. Но если ты заметишь что-то, мозг твой заметит что-то неладное, он сразу тебя опять включает в работу. То есть ты уже тогда будешь эту проблему уже сам решать, ты уже из этого транса выйдешь. И тут то же самое может быть. То есть работают какие-то области мозга, которые отвечают. Слушай, но одно дело, когда ты не спишь, а он же типа спит в этот момент, понимаешь? Ну что такое, что есть сон вообще? Сон это как бы по сути бессознательное состояние, да, когда у тебя моторика работает, типа там базовые, да, вот эти все потребности организма, как дыхание, там, и ты же можешь во сне дергаться, например. Сон это когда ты в спящий режим ком свой вот врубаешь, он как бы работает все это время. И при этом он может качать у тебя торренты в спящем режиме. То есть тут аналогия, да, чтобы тебе было проще понять. То есть у него скачиваются торренты, и он сел в свой вот кадиллак и поехал к... Ну блин, понимаешь, одно дело, когда он торренты скачивает, но тут-то случай, когда он в спящем режиме... Когда он за ебаный нож взялся. Когда он Dark Souls 3 запускает, извини меня, и играет сам по себе. Вот тут такой момент. Это так, это момент уже, я не знаю. Ты знаешь, честно говоря, и, наверное, не то, что там Антон Власов не знает ответа Никиты Гридином на этот вопрос. Я думаю, даже наука Никит не знает, почему так происходит. Но такое происходит, как оказывается. Просто, понимаешь, у нас бы никто бы не стал даже просто думать об этом, что ты был в каком-то бессознательном состоянии. Ты пришел, ты сел в машину. Как ты мог в этот момент спать? Как? Объясни. Какой институт сна ты вообще очков? Он проснулся в автомобиле весь в крови. Он увидел нож. Сталкиваясь с лунатизмом с самого детства и совершая самые разные действия во сне, Кен понял, что в этот раз он сделал что-то ужасное. Более того, затуманенные воспоминания начали возникать в его голове. Кен направился в полицейский участок. Кеннет Паркс был оправдан на основании доводов о сомномбулизме. Сомномбулизм или лунатизм классифицируется как расстройство сна, относящееся к семейству парасомний. Парасомнии это широкая категория расстройств и состояний, которые нарушают сон. В спектр парасомний также входят страшные сны. Человека, который ходит во сне, называют самнамбула. Самнамбулы могут сидеть, ходить, демонстрировать сложное моторное поведение, то есть есть, передвигать и переносить предметы, ездить за рулем, готовить... Нифига! Правда, что-то вроде бутерброда с беконом и шоколадной плиткой. Они находятся словно в разъединенном состоянии, тело работает, а вот мозг функционирует не совсем полноценно. Разум может представлять что угодно в нереальности. Самнамбулы прекрасно ориентируются в пространстве, но никого не узнают во сне. Все действия совершаются с открытыми глазами, но без осознавания происходящего. Похожие на зомби, не чувствующие боли, самнамбулы часто молчаливы, либо могут произносить некоторые немногочисленные слова, часто невнятно. Не, ну, Никитас, как тебе? А как распознать человека самнамбулы? Вот как? То есть, вот смотри. Ну, если ты видишь, что у тебя Люба начнет как зомби ходить по ночам и не реагировать на тебя, не узнавать. Они не как зомби ходят, понимаешь, они могут что-то делать, между собой что-то говорить, то просто единственное, что если бы я сделал там бутерброд, да, кверх ногами, там, на лусточку масла посыпят этих крошек хлебных, бутерброд так не делается. Я сразу что-то заподозрю, я начну задавать вопросы, правильно? Надо контрольные вопросы задавать. Кто ты, кто я, да, где мы находимся, если ответов не последует, все, это со мной было. Никит, со всех ног убегаю. Зазовите Курта Рассел, я. Зазовите, да, Курт Кобейна даже. Потому что, потому что это жизнь. Можно нарваться, напороться на ножик, Никит. Я вот на самом деле, помнишь, когда вот у тебя был день рождения, и я накрывши газетами спал? Да, помню, помню. Я вот думал, на самом деле, над тем, что, а действительно, а если кто-то вот за пьяный, ну не за лунацит именно, а пьяный начнет барагонить вообще, по одному подходить? Никит, это же жесть была бы. Это что за праздник? Слушай, вот ты спал, когда под газетами, тогда помнишь, я на этаж спустился, где ты спал, и мы, боже, царя храни пели. Это я помню. А вы тогда были луначики? Нет, мы пьяные были. Ты помнишь это, да? Да, конечно. Там и разделись пару людей, голыми пели. Короче, странный день. Ужасно. Давай не будем это больше не глянуть. Давай не будем судьбать, правда. После пробуждения иногда сохраняются смутные воспоминания. И хрежовые конкурсы. Чаще человек ничего не помнит. Эти состояния могут возникать или учащаться после психоэмоциональных нагрузок, стрессов и нарушений режима сна. В большинстве случаев сомнамбулы абсолютно безопасны. Поведение Кеннета Паркса в подобном состоянии было очень необычно и поразило даже экспертов. Истории спящих убийц заканчивались по-разному. Например, британец Джулс Лоуи в отключенном состоянии 30 октября 2004 года избил до смерти своего пожилого отца. Джулс был признан судом невиновным в убийстве. Но суд постановил, что он будет отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Произошедшая трагедия. Ну то есть о чем, да, как бы вообще весь этот спич был? О том, что можно все-таки установить то, что в момент совершения преступления человек действительно находился в состоянии сна. Так я правильно понимаю, да? Ну да, но мне кажется, это хер какая-то. Сомнамбулы. Че? Херь какая-то все равно. Херь, херь, да да, херота. Но все-таки, видишь, как бы пост против науки не попрешь. Это все-таки не совсем изобретение. Просто я не понимаю, как это можно установить. Как можно установить, что я не пизжу тебе сейчас, мент? Ну, не знаю, но как бы, ну, что я тебе могу предложить? Ну давай полиграф. Нет, давай вообще последим за тобой месяцок-два-три. То есть посмотрим вообще, что ты можешь на этот счет. То есть если у тебя будут реально какие-нибудь всплески там на электроэнцефалограмме говорить о том, что ты действительно можешь быть сомнамбулой, тогда мы тебе, может быть, даже поверим. Но если этого не будет, то ты пизжу был тогда. Даже не говорю прям всякие там вот эти бесполезные вещи, как, ну, полиграф, да? Это хуйня же полный. Может кто угодно обмануть. Но если у тебя покажут медицинские показатели, что ты сомнамбулу, тогда они какие-то могут поверить. Просто, понимаешь, опять же, зависит от места, где это происходит. Я уверен, у нас, если я скажу, вот я выйду, там, я не знаю, с кем-нибудь подерусь, да, и человек там, ну, будет-то при смерти, а я скажу, я сомнамбул, я не помню ничего. Или я, да это ладно, даже, какая драка морковой могу опи***ть. Я пошел и украл из кассы деньги. Вот в каком-нибудь магазине просто взял, украл сигареты и деньги, и бутылку. Вышел на улицу, выпил, закурил, вот, а деньги просто упал пьяный, и они у меня из кармана вывылись. Меня самого ограбили. Но эти ограбили. Я потом сказал бы, ребят, я сомнамбул, а я ничего не помню. Представляете? Не, мне кажется, если ты примешь водку или вот, ну, какой-то такой, знаешь, условно говоря, стимулятор, никотин, да, то мне кажется, ты пробудешься сразу после всей этой хуйки. Хотя, с другой стороны, ну, когда ты убиваешь человека, у тебя же тоже, наверное, адреналин повышается в крови. Нет, ты думаешь, наверное, что ты вообще там торт режешь или что-нибудь такое. Там ужасные вещи из кота фаллатора могла привести как минимум к двум исходам его. Я так чуть во сне не обоссался недавно. Да ты че, а ты после бассейна был? Почему после бассейна? Ну, я че слышал такие истории, что если, вот, допустим, целый день в бассейне купаться там или в море, потом приходишь, ложишься на кровать, тут же обоссываешься. От кого ты это слышал? От друзей. Кто купался в море, обоссался на кровати. Если он бухал еще в течение всего этого дня, наверное такое возможно, да. Не, приснился в сне, как я ссул. О, а это коварная хуйня, кстати. Коварная, коварная. Я честно скажу, я чуть не попался тоже недавно на эту уловку. Я на ночь и чай гонял там, и что-то мы это, ну понял, да, выпил много кружек этого всего, может быть даже это было после какого-то реакта. И я что-то пошел, ополоснулся и спать сразу лег. И вот посреди ночи я проснулся от того, что прямо уже вот, вот-вот, я, знаешь, там прям во сне стоял в туалете. А я проснулся и нихуя я не стоял, а лежал на кровати. И тут же, и хорошо, что у меня сработал этот, знаешь, предохранитель. Рефлекс есть, вот есть, да, такая вот в мужском организме. Да, да, что ты, так явно это было, понимаешь, что я стою, туалет все. Я все, я крайнюю плоть зажал, типа, и выбежал до туалета, чтобы там все. Осталось только, да, расслабиться. И тут вдруг, бам, нахуй, что-то не то. Как может быть? Нет, это же все как наяву. Нет, ты спишь, ты обослышишься под себя. Тридцати ты летний дурак. Ну, я в следующий раз саться буду. Ну, это природа, понимаешь, тут ничего не сделать. Ты как дед, от которого воняет, знаешь, такой, ну, ничего не сделать. Природа уже ничего не сделать. И сам он тоже сидит весь в куртке засаный. А что ты делаешь с этим? Которые зависели в основном от психолога Розалинт. Она изучила все полицейские медицинские отчеты, результаты тестов, показания свидетеля, видеозаписи многочисленных допросов. Розалинт установила множество параллелей с Кеннетом Парксом. Она наблюдала реакцию Скотта от шока и непринятия до осознания правды, что убийца именно он. Реакция Скотта ее убедила. Также она посчитала, что поведение Скотта в ночь убийства нелогично. Пыталась объяснить все его действия с точки зрения совершения их во сне, хотя это вызовет много споров, но об этом чуть позднее. Вот я как раз хотел уже поспорить, то что вот, понимаете, от усилий одной единственной бабушки-эксперта, да, зависит, что будет делать дальше этот чувак по жизни. И она такая, нерационально он спал. Кто вообще в своем уме, там, знаешь, будет стоять, вот дети закрылись в комнате, да, он как собака сел и рычал. Это что такое? Он спал. Или вот как она все это представляет? Почему вообще ей доверили? Она эксперт? Прямо высочайшего уровня, да, Никита? Ну, я думаю, что, возможно, тут то, что он скинул в бассейн труп, типа, зачем-то он не расчленил его и не закопал. То, что он пошел одеть перчатки, хотя после этого он подошел и скинул эту женщину в бассейн. Ну, то есть, понимаешь, такие, я думаю, нелогичные действия. То есть, непоследовательно, да? Да. Обвиняемый к моменту убийства на протяжении длительной... Не, просто, я думала, я когда ему сказал, что это он убил, он так удивился. Он такие глаза сделал, я сразу поняла, что эти глаза мне не будут. Мальчишка, он хороший. Мальчишка хороший, не знаю. Хороший, просто он этот ходит... Длительного времени испытывал стресс. Это подтвердили близкие и дети. А в детстве, по словам родных, он страдал нарушением сна. Скотта направили в Центр исследования и лечения расстройств сна, где эксперты изучали его мозговые волны, снимали физиологические показатели во время сна в течение четырехдневного периода и обнаружили нарушения, согласующиеся с нарушениями у лунатиков. Розалинт это внушило уверенность Скотт несколько дней до страшной ночи никак не мог починить насос у бассейна. Розалинт считала, что во время лунатизма Скотт, одержимый этой идеей наяву, взял фонарь, нож и пошел ковыряться им в насосе. Говорить о безрезультатности этих действий не будем, в снахождении реальность воспринимается иначе. Ермила, обеспокоенная странным молчаливым поведением мужа, который уже уходил спать, подошла к нему, чтобы узнать в чем дело. Розалинт предположила, что нервная система Скотта отреагировала на Ермилу как на помеху, которую надо устранить, что повлекло выплеск агрессии и вылилось в атакующее поведение. У вас знаешь, какая меня мастер посетила сейчас? Ну, я потом скажу, какая мне посетила, давай. Резидент Ивул, да? Все знаем эту историю игры, да? Да. Вот. Я к тому, что есть интересна ли возможность создать такой вирус, да, который распыляется и человек, вдыхая его, например, ну, есть же эти усыпляющие какой-нибудь газ, да? вот в этот усыпляющий газ добавить такое еще вещество, которое бы действовало на мозг так, чтобы вызывать лунатизм, и тем самым люди бы реально становились зомби. То есть, понимаешь, они бессознательны, но все функции моторика этот сохраняются, могут ходить, сбраться, и всех бы считали помехами. Это же жесть. Это же... Антох, это определенно была бы жесть. Это была бы жесть. Это я бы кринж. Я бы тоже так сказал, да, это очень опасная хуйня была бы, представляешь, если на весь город распылить, это все зомби остались. Другой вопрос, сколько бы эта хуйня работала, то есть, нужно было бы без прерыва поливать, чтобы не проснулись люди. Вот, кстати, эти... Хинтрейлы, да, летают. Все же знают. Да, конечно. Про хинтрейлы. Да. Вот что они распыляют? Что это за херня? А может, это такой газ уже давно распыляется, и у нас просто концентрация повышается, и в один прекрасный момент мы все станем луна-тлантикой, блин. Что ты хотел сказать? Вот по поводу того, что он посчитал ее помехой, допустим, да, но, блин, 82 удара ножом. 40, 40 чем-то. Нет, 82, Антох. 40, 40. 82 удара ножом. Ну ладно, по-моему, 40 все-таки. Ну и что? Просто как-то многовато для помехи. Не находишь ты? Ну, да. Словно говоря, если ему, ну вот, смотри, комар, да, к примеру, летает, ты понимаешь, как помеха к твоему сну, этот комар, что ты делаешь? Да, один хлопок, ты же его не бьешь еще при этом много раз. Но если комар будет с тебя размером, например, сколько раз нужно его дать, чтобы он улетел, скажем так. Именно 82, Анекет. Ну, да, вот это да. Понимаешь, что такая ситуация, что величина, ну, количество раз хлопков зависит, или там чего, от величины, это слона, что прогнает. Думаешь, один раз ему хлопнуть достаточно? По словам Розалинд, лунатики не способны распознавать лица. Скотт принял Ермилу за нападавшего на него неизвестного субъекта. В суде, поступая на стороне защиты, Розалинд Картрайт вместе с еще одним экспертом по имени Роберт Броттон рассказали о сомнамбулах, как с их точки зрения все произошло в ту ночь в голове у Скотта. Роберт Броттон, это профессор неврологии, директор центра расстройства СНАВА. Что это значит? В смысле, всего этого не существует? В смысле, почему? В каком плане в голове? Я не понял. Я тоже не понял. А он о чем? Вот дед говорит, это было все у него в голове. Что было в голове? Все, что произошло? А мы тогда кто? Мы сейчас в голове, что ли? Иди ты нахуй, дед! Бред какой-то! В Тавском университете. Он заявил, человеческий мозг невероятно... Го, гоблин, со шматрецы пришел. В тупичок, блядь! Он заявил, Человеческий мозг невероятно сложен. Его возможности, как и нарушения в его работе, очень многочисленны. На самом деле, история Скотта Фалатера была ознаменована ожесточенной борьбой экспертов, в которой оспаривались опыт, честность и мотивация. Защитников обвиняли в фальсификации результатов четырех ночей, которые Скотт провел в лаборатории сна. Хотя некоторые... Я себе актер, будто я знаю его. Как? Да ты че, откуда? Да. По какому-то фильму? Нет, я... Там фильм... Нет, блядь, он в фильме. А я не понял тебя. Забей, забей, забей. Спирты, заключение которых полиция приобщала к делу и с которыми консультировалась, постоянно заявляли, что, скорее всего, он лунатик. Но вопрос в том, был ли он им в ту ночь. А кто-то вообще утверждал, что такие показатели могут быть, и у вполне здорового человека. Прокурор Хуан Мартинес добивался смертной казни. Он сказал Розалинт и Роберту, все, что вы говорите, это лишь потворство вашим святыням. Вы хотите в это верить и верите, защищая и закрывая... Честно говоря, я тоже с этим отчасти согласен. То есть любой эксперт, которого позови, когда возникает до конца необъяснимая ситуация, и вот, допустим, круги на полях, какие рисуются, приезжают уфологи и начинают говорить, ну, естественно, это было, блядь, в очок. То есть это не трактор какой-то, блядь, прошел. Или это не... Ну, смотри, разница между уфологами в том, что у этих людей есть доказательная научная база. Да. Понимаешь, на этот счет. И у фологов она тоже есть. То есть нет, монета у него там... Своё сериал «Визитёры». Почему его не разрешили продолжать? А, это про рептилоидов, да, что-то? Да, потому что рептилоиды запретили дальше его снимать. Сказали, хули вы нас показываете? И да, да. Да, так-то да. На суд можно было и батюшку подзвать, который расскажет, что тут, конечно, в него дьявол вселился, или и бесы. Можно позвать было ещё кого-то ещё, и каждый будет со своей табуретки говорить. А тут же важно, чтобы ты как бы научно мог это доказать, а не вот так вот, что в смысле круги это не НЛО. А кто ещё? Вы что, не знаете, какого форма у них тарелки? Нет? Ну, тогда что говорим? Ну, мы вообще с вами сейчас. Давайте прямо сейчас, если вы мне не верите, позвоним Джордж Бушу, и он нам откроет, блядь, секретный документ ФБР. И всё встанет на свои места. Чего мне мозги парить? Или давайте прямо сейчас у меня пропуск на базу 51, чтобы я сам лично зашёл там в каждую закоулу, каждый туалет, блядь, и убедился в том, что там, так как я думаю, всё, вот пока этого не будет, да, вы мне и не имеете права вообще говорить, что эти круги нарисовали не инопланетяне. Всё, моя точка. Некоторые детали – глаза. А вот у прокурора Мартинеса были другие факты, которые доказывали обратное. Скотт Фалатер в ту ночь после убийства жены, находясь якобы во сне, снял с себя окровавленную одежду и сложил её в багажник своего Вольво, стоящего вплотную у двери гаража, куда пробраться непросто. Роберт Броттон сказал, что это действие является машинальным, так как Скотт часто убирает свою рабочую одежду в багажник. Это были лишь догадки Роберта. Сам Скотт на допросе признался, что рабочую одежду в багажник он кладёт крайне легко. Мне доставку нужно принять. Конечно. Тох. Тох. Ну, смотри. Никиту. Оооо. Хо-хо-хо. Поздравляю тебя с приобретением. Вот, Никита скупил медиа-центр. Ксио-еми, моя первая техника от Ксио-еми. Первая? Да. Слушай, у меня уже, блядь, сто пилого. Тридцать первая. У меня фонарики всякие, ножницы, мне всё есть. Я фанат Сио-еми. Подарите мне такую футболку. Футболку в Сио-еми, кстати. Я вообще, наверное, на следующий лет куплю себе беговые кроссовки с Сио-еми. Понял? И буду ходить вообще, блядь. Все будут думать, что ты продавец-консультант в Ксио-еми. Пусть думают. Да, а я всё знаю. Вот ещё не спросишь, я могу тебе сразу посоветовать. И ещё, наверное, мне кажется, я потом сделаю пластическую операцию. Глаза сделаю более узкие. И закажу поездку на завод Сио-еми. Выиграю её. С устройством на работу. Более того, он не просто снял одежду. Она думала, это нормально. Хорошая история. Он ещё и запечатал её в пластиковый контейнер вместе с орудием убийства. О, нет. Он не снял линзы, что тоже наталкивает на определённое размышление. Скотт надел перчатки, когда тащил жену в бассейн. Зачем, если он делал это во сне? Но это было только начало. Прокурор Мартинес вызвал эксперта по расстройству сна Марка Прессмана, доктора медицины, который сказал, что крики Ермилы разбудили бы лунатика. Того самого Кена Паркса крики тёщи разбудили. Правда, он не мог контролировать тело, но воспоминания лица тёщи в ужасе запечатлелось в его памяти. А вот такой момент, да? Как? Как это так? Вот тёща кричит, да, он её убивает. Он проснулся, но я ничего не мог сделать. Тело само двигалось дальше. Нет, как я понял, тёщу-то он не убил как раз. Он другого убил. То ли он тещу убил, или... Нет, он, по-моему, убил и тестья, и тёщу, но не смог добраться до детей, которые спрятались сверху. Там о том и речь, что это тяжкое очень преступление, за которое просили, типа, смертную кастину, и пожизненное, что там. Просто я к тому, что, значит, пробудилось немного всё равно сознание, да, что он мог что-то запомнить, какие-то яркие впечатления, но контролировать тело он не мог. Разве так? Вот такое разве возможно какие-то полумеры, да? Вроде как я, вроде и не я. Вроде как видел тёщу, вроде как и не я убивала, а руки мои. Что за херня-то? Латар не помнил совсем ничего. Это не странность. Странность в том, что громкие крики Ермилы не разбудили его. Сам Намбулу не чувствует боли. Зачем он наложил повязку? И как он мог в этом состоянии так аккуратно перевязать порез на правой руке, будучи правшой? Когда он пошёл с ножом к бассейну, он взял помимо ножа фонарик. Но лунатики не отличают день от ночи, а значит, человеку, находящемуся во сне, он был не нужен. Сосед видел, как Скотт пытался успокоить свою собаку. Опять же, зачем? Если он говорил, что ничего не слышал, особенно крики жены, вряд ли он слышал во сне, как лает собака. Марк Прессман уверен, что Скотт точно бы проснулся, опустив руку в воду, когда погружал жену в бассейн. В некоторых источниках даже говорилось, что Скотт принимал душ, а в состоянии сна это делать невозможно. Марк Прессман нашёл 65 действий. У вас обоссаться можно, а принимать душ нельзя. Как так-то? Ну, слушай, вот опять же, вот это стимуляторы какие-то, которые, если они у тебя есть, вот эти стимуляторы, тогда ты просыпаешься сразу. Вот о чём я и говорил, что там водку не выпить, сигарету не покурить, холодный душ ты принимаешь, тоже проснёшься сразу. Что ж тогда на него подействовало, что он проснулся? Это будильник? У него какой-то прям суперглубокий сон, даже, честно сказать, нереалистичный. Слушай, да, даже мне кажется, что это как-то враги какие-то. Гы! Как в намаз балуешься. Карлики пришли. Ну да, похоже на самом деле на пиздёжку конкретную. Которая, как он уверяет, несопоставимая с действиями самнамбулы. Какие-то действия Розалинт и Роберт пытались объяснить. Например, что собаку он не успокаивал, а скорее отреагировал подобным образом, так как она не просто лаяла, но и прыгала на него. Правда, большое количество действий внятно о ней объяснить. Так и не смогли. Прокурор Мартинес нашёл любопытного свидетеля. Это был сотрудник Скотта. Он рассказал, что Скотт говорил о случае Кена Паркса за несколько недель до смерти его жены. Так. Прокурор Мартинес предположил, что Скотт планировал убить Ермилу, вернуться в постель и позволить своим детям найти её тело на следующее утро. Вот что представлял прокурор Мартинес. В тот вечер дети ушли наверх в свои комнаты. Скотт попросил Ермилу пойти с ним к бассейну, когда она сидела в гостиной. Например, он попросил помощи подержать фонарик или что-то подобное. Конечно, он делал это в полном сознании. Там он напал на неё. Он поднялся наверх, переоделся. Это версия Мартинеса, да? Да, 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 прокурора. Но звучит убедительно достаточно. Да, да, я и хотел сказать, что это, конечно, гораздо более понятное объяснение, чем он был во сне. Представляете? Ну, нате. Нет, он взял, подманил её. И самое, ну, как такое может быть, да? Что он, опять же, да, обсуждал, как он будет совершать преступление со своими коллегами на работе. У них такое ощущение, что это как бы какая-то фишка, знаешь, там, вот я расспрашиваю, вот как ты думаешь, да? Слушай, коллеги, ну, по работе это вообще вторая семья, считаю. Да, да. Часли бы не обсудить. Как ты думаешь, вот если я решу свою жену убить и вот прикинуть там над этим Спарксом, нормально будет тем, у кулера стоят, он такой, да, нормально, нормально тем, притворишься, а ты раньше умолчил, он такой, да, да всё. Дуга. Просто, знаешь, такой, типа, это вот как есть челы, которые говорят просто такие, да, конечно, всё будет нормально, не переживай вообще за это. Всё будет, всё будет клёво, да. Кул, кул, мужик, так силой. Я бы так и сделал. Во время атаки он получил порез, поэтому перевязал руку. Сложно сказать, на что он рассчитывал. Вероятно, хотел представить это недоразумением, случившимся ранее. Он успокоил собаку, спрятал улики, спустился к жене и увидел, что жена всё ещё жива. Он вернулся в дом и вышел в перчатках. Он оттащил жену в бассейн в перчатках. Возможно, и убийство он совершил в перчатках, а потом снял их с одеждой. Возможно, Скотт планировал использовать лунатизм в качестве резервного плана на случай, если уловка с неизвестным злоумышленником провалится. Если полиция не поверит в неизвестного, то Скотт готов был признаться. Также он мог свалить на проблемы со сном и то, что не слышал, как убивали жену, если всё-таки полиция бы поверила в злоумышленника. Встать в позицию я ничего не знаю и ничего не помню. Ой, так это чувак, который, помнишь, как же, блядь, Вилли Таннер, который с Альфом, помнишь Альфу? Вот этот главный с ним, с ним, помнили, да, от которого с Альфом. Тантерон? Да-да-да, вот он. Я себя, он же вроде как добрый был. Ну вот видишь, убийца оказался. Скотт пошёл спать, он не знал. Сейчас, Антон, подожди секунду. конечно. Надо будет Никитина, день рождения подарить, наверное, шпингалет. Или кирпич просто, чтобы под дверь ставить и не открыть, было блок. Бетонный. Угу. Угу. В чём же был мотив? По словам прокурора Мартинеса, положение на работе для Скотта было критическим. Он всё рассказывал жене. Он действительно находился на грани. А вот Ермила говорила не те вещи, что Скотт хотел бы слышать. Возможно, он даже думал уволиться, но поддержки не ощущал. Он оказался в тупике. По словам прокурора... Не, ну, то есть, виновата оказалась не компания Моторола, да, которая там его на работу нагружала, да, и не могли ему там дать помощь человек или как-то делегировать, он не мог на кого-то другие свои обязанности. То есть, была виновата жена, которая просто говорила ему не так, не то, что он хотел услышать, и поэтому нужно было заказать. Антон, ты слишком малое придаёшь значение недопониманию, которое может происходить в семье. Я придаю маленькое значение. Да. Я что слышу, то я и комментирую. Не, я понимаю, что ты говоришь, это, конечно, рационально, что да как же можно обвинять свою жену, если как бы виновата работа, но, знаешь, когда у тебя херово всё на работе, а ты приходишь дома и не получаешь какую-то ещё поддержку, ты больше в залупе даже не сколько на эту работу, сколько на то, что как бы я прихожу домой и не получаю поддержку. ну, а кто тебе сказал, что это поддержку тебе кто-то даёт, если ты лентяй, блядь, не можешь код написать, понимаешь? Ну, блядь, это, помож мне сегодня. Ну, Антоха, помож мне сегодня с бассейном тогда. Не, я тебя понимаю. Починить. Ну, слушай, ну, не таким же злым надо быть всё равно, то есть, ну, жизнь, она на той жизни, что состоит из чёрных и белых полос. Сегодня плохо на работе, завтра хорошо, но я не виноват. Ну, слушай, блин, слушай, знаешь, слишком много факторов вот касаемо того, что как бы вот, опять же, да, то, что прокурор говорит, очень складно, очень логично, но с другой стороны, нелогично в целом то, что он убил жену. Это просто странно как-то. Типа, это выбивается. Ну, из-за того же, что она просто им поддержку не оказывала. Слушай, ну вот, футболисты же не лезут на трибуны пиздить фанатов, если они кричат негромко, ни кином. Всё, весь слабо, нас поддерживали, блядь. Ну-ка, идите сюда, скоты. Их не бьют никто, если они не шумят. Тут то же самое. Не надо, ты сколько, сколько бы это, как её там, Цирилла, Камилла, не говорила приятных ему вещей, он бы её всё равно убил. Потому что он был несчастен. Из-за этого он нашёл вот кто крайний, крайний, посчитал жену. Вот и всё. Моё мнение такое. Я бы и так, и так бы он убил. Просто он вот такой человек. Этого может быть достаточно. Возможно, всё звучит натянуто. Это дело вообще выглядит как столкновение противоречий. В конце концов, всё может быть индивидуально. И лунатизм может проявляться индивидуально. Даже эксперты произносили в суде абсолютно противоположные законы. А если он хотел её убить, но не сегодня, а завтра? Так, продолжай. Он уснул, и тут эта вся тема с лунатизмом началась. А-а-а! И типа он воплотил в наяву план, будучи всё-таки восьмом. То есть ему казалось, что он просто это сон видит, как это всё будет, а на самом деле всё в реальности. Ну, я тебе могу сказать так, что это должны были быть очень яркие впечатления. Действительно так, да, ты прав. То есть мы видим сны, состоящие из того, о чём мы переживаем в течение дня. Но, видимо, он очень хотел её убить. Что ж он, блядь, во сне встал и пошёл это и сделал. Это сумасшедшее желание было шлёпнуть свою жерузу. Ну, это просто как версия. Ну, такая версия тоже. Я думаю, что надо тебе с той бабкой проконсортироваться. Приговор был как мог быть такой или нет. Присяжные совещались более восьми часов. Суд Аризоны счёл поведение присяжные, да, люди просто набранные по повесткам. Кто работал в алкомаркете, кто работал на заводике каком-нибудь, кто там дальнобожник. Они просто такие, не, ну, блядь. Бабка же сказала, что энцефалограмма была такая. Такие, не, ё, 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 не может быть такого. Не, ну, там выбирается глава коллегии присяжных. То есть из этих двенадцати выбирается человек самый смекалистый и умный, который как бы будет вести всё это дело. Реднок какой-нибудь. Ну, и просто, нет, слушай, подожди, Антон, а что тебе не нравится? Нет, вот, честно сказать, тема с судом присяжных, это вообще очень здравая и очень хорошая вещь. Потому что сами граждане, я вот считаю, да, потому что сами граждане, во-первых, вот почему какое-то государство может доверить в руки какое-то дело обычным гражданам? Потому что эти граждане, скорее всего, хорошо знают закон, да, они понимают, о чём речь, они знают свою систему законодательную и, соответственно, они могут органично в ней находиться. То есть, они могут, вот ты говоришь, типа, там сантехник, а вот суть в том, что, да, сантехник и повариха может сидеть в одном кабинете с каким-то бизнесменом и с каким-то там учёным и всех, как бы, они все разного социального статуса, но при этом их будет всех объединять. одна вещь, они все превосходно знают закон и по этому закону они могут вынести решение своё и это как, наоборот, пример очень хорошего гражданского общества, в моём мнении. Ну да, спасибо им сказал О.Джей Симпсон тоже. Молодцы, ребята. Ну, О.Джей Симпсон им сказал спасибо, а Чарльз Мэнсон не сказал, Большая часть делал, да, Чарльз Мэнсон сидит, условно говоря. И в большинстве своём, как бы, это более, это не идеальная система, но эта система наиболее удобная. По твоей логике, да, невозможно подкупить просто, да, всех там 20 человек, да, судью можно, судья может быть продажной, да, а 20 случайно набранных людей это уже, как бы, 12, да. Сколько там их, 12? 12 всегда. Ну, только если это, я что-то сомневаюсь, что они, как бы, разбираются хорошо в законах, как бы, они, ну, у них нету, как бы, интереса не сажать этого человека. Да. Вот это, наверное, да. Это я понимаю. Слишком сложным для человека, находившегося во сне. Скотт Фалатер был приговорён к пожизненному заключению за предумышленное убийство без права условно-досрочного распрощения. Не поверили ему. Не поверили. Судья Рональд Рейнштейн отказался от применения смертной казни, объяснив это тем, что на протяжении 20-летних отношений супругов не было зафиксировано насилие. Скотт после суда говорил, у меня нет воспоминаний о том, что случилось. Единственное, что я знаю, это то, что я любил с... Блин, это его тюремная роба или это реальная рубашка? Я в такой рубашке, мне кажется, в школу ходил. Походим. Просто я бы, вот если бы меня судили бы, я бы такую рубашку не надел бы. А почему? Ну, как бы я не... А, потому что сразу в робу? Да, то же самое, что прийти в робу, тебе в робе тюремной и тебя судят. Сразу в оранжевой, да, с номерами от Кайни Уэста какого-нибудь. Модно же. Модная тема какая-то. Не, не, я думаю, что он уже... Я сто раз мучил себя мыслями о том, что должно быть происходило в ее голове, когда она подверглась нападению с моей стороны. Розалин Картрайт все еще убеждена, что Скотт Фаллатер невиновен. Понятно. Интересное дело. Интересное дело, запутанное со множеством интерпретаций, конечно, мне понравилось, Антон. Тоже понравилось. Ну, и знаешь, что в конце вот этого, да, Картрайта, Розалина, или как ее звали, была убеждена в том, что все-таки ее, да, подопечный все-таки не виноват. То же самое было и в Хэллоуине фильме, где этот чувак, помнишь, лечащий врач с ним ходил. Он просто испуганный мальчик, который превращался в демона, с ним нужно просто поговорить. А он ходил с тесаком всех, резал вокруг. А потом в каком-то фильме в конце, ты не смотрел, нет, Хэллоуин? Нет, я смотрел там давно-давно несколько частей. Там в конце потом, знаешь, там типа часть уже восьмая или девятая. Короче, этот убийца добрался до своего же доктора. И он за весь фильм ни слова не сказал вообще этот убийца. Этот доктор лежит на асфальте. Ну, скажи что-нибудь. И он ногой голову размажил. Понимаете, в чем речь? И он тоже был уверен до последнего в том, что он как бы просто испуганный человек. То есть мы это все делали. Ну, слушай, вот этот самый Эдмунд Кемпер был такой серийный убийца американский. Он вообще любил у себя в багажнике держать расчлененные тела своих жертв, ездить к психотерапевту и слушать о том, как психотерапевт ему говорит, Эдмунд, я считаю лечение очень помогает тебе. Есть прогресс, да? Да, есть большущий прогресс, который мы сделали. И он любил это слушать, думая о том, что у него в багажнике расчлененные тела. А ему это было так, это прикол. Весело, прикол. В общем, ребята, я не знаю, конечно, вы свои версии, как оно на самом деле было, как оно могло бы быть на самом деле, пишите, но я все-таки склоняюсь к версии прокурора. Конечно, для меня она более логичная, нежели чем вот этого, там, я хожу. Я останусь на своей теме. Он хотел ее убить, но уснул и в состоянии лунатизма совершил свое преступление. Ну, ты, Никитос, наверное, прав вообще. Я думаю, что так могло быть, да? Она, может быть, моя версия не самая, ну, как сказать, не шизовая, да? Да, но, она прикольная, а я выбираю всегда между приколом и правдой прикол. Какой-то бред, какой-то бред, вот поэтому я никаких присяжных, Никитос, тебя, наверное, брать не надо. Так по приколу давайте посадим его. что он, блядь, в хорошем... Ол, так это же прикол будет, если он невиновен, а мы сейчас... Вот это будет умора, мы посадим Джей Симпсона. Пусть сидит, твою мать, наверняка это был он, что он парит перчатку, что нашли на него, на него налазит, все, давай, пока. Ну вот так, ребята, ну что, все, подписывайтесь на канал Никитоса, там выходят интересные ролики вместе со мной и с другими представителями нашей тусовочки, а я и все, вот это осталось тут, мамонт, блядь, человек, человек, тусовка, вот, тусовка, блядь, мы как какие-то три деда, у меня своя тусовка-то, мы питерская туса, блин, ё-мо- ё-моё, вот, и на меня подписывайтесь, естественно, ребята, вот, женщины, дорогие наши, тоже, не пыльтесь, поставьте нам лайк, вы всегда рады вам, вот, а на сегодня все, а на сегодня все, это были мы, Антокласса, Кузьма Гридин, всем пока, берегите себя, дорогие друзья, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok